всем большой привет я всех своих домочадцев проводила за дверь в общем кто на работу поехал кто в школу кто в детский сад но я осталась джеком вдвоем дома наливаю себе стакан теплой кипяченой воды чтобы запустить свой организм к продуктивному дню и буду заниматься домашними делами хочу на обед сварить щи у меня здесь уже варится бульон я мясо сразу стараюсь резать на небольшие кусочки и уже отваривать также порезал лук с морковкой добавила туда томатную пасту и все это дело у меня обжаривается варю небольшую кастрюльку буквально на два дня чтобы им хватило так как у меня сегодня крайний выходной но она два дня им вполне хватит димка обед и детском саду а жене сереже этого будет достаточно чтобы пообедать также у меня залежался в холодильнике четвертинка кочана капусты я как-то готовила на днях солянку недели так полторы назад и вот у меня оставалось немножко думаю да я приготовлю сегодня щи вообще мы бы любим больше всего борщ но из-за свеклы я уже не хотела идти в магазин думаю буду готовить из того что есть надо доедать остатки продуктов сейчас буду мыть холодильник и достаю все из него честно сказать здесь вообще я уже даже не знаю что там есть от чего нету хочу в нем разобраться все полочки помыть потому что тут что-то столько всего заставлено я даже честно сказать потерялась а сейчас хочу помыть и расставить все по своим местам чтобы уже наглядно видеть что мы имеем в наличии вот показываю вам весь обзор то что у меня находилась в холодильнике да я закупаю обычно по много консерв также вот сгущенку тут кабачковая икра в общем то что у нас съесться то я покупаю но в средних не я не скажу что в больших но средних количествах то что я знаю у нас это все идет хорошо и так когда в магазине какие-то акции я стараюсь взять побольше вот такие вот грязные полочки у меня на данный момент холодильник признаюсь честно не мыло наверное больше месяца а то может месяца два признаюсь виновата честно сказать как-то даже не доходили руки с дверцы я пока ничего вытаскивать не стала так как сами видите у меня тут все заставлено поэтому складывать это некуда решила сначала помыть центр холодильника а уже потом перейду к двери мою полочки стеклянно сначала весь замачиваю потому что там много всяких различных пятен где-то чё-то провелось все засохло и надо сначала замочить а потом уже начинаю оттирать при помощи моющего средства для мытья посуды все отлично отходит большой ящик я отнесла в ванную так как он у меня здесь не помещается в раковине на кухне буду его мыть в ванной уже положила на стол полотенчика чтобы стекала лишняя вода с полочек ну а сам холодильник буду мыть как он пемлюк что называется вот чтобы отлично все отходит он так достаточно хорошо скрабирует иногда когда на и жидкое мыло я использую именно его потому что она не очень так сильно пенится и отлично потом все смывается моющим средством для посуды я никогда холодильник не мой потому что потом очень тяжело вывести пену оттуда смыть ну и также протираю насухо все полочки сухим полотенцем и не забываю о приготовлении супа я уже картошку с пассировкой закинула вот остается мне запросить капусту потом я уже добавила в конце специи это лавровый лист у меня был и чеснок там зубчика 4 добавила соль и перец горошком все больше никаких спиц я не добавляла также параллельно сразу перемываю посуду чтобы у меня тут ничего не накапливалось и и Ну и хочу показать вам уже конечный результат проделанной работы. На верхнюю полку я поставила томатный грузинский соус с хреном. Дальше идет полочка икра кабачковая, сгущёнка, рыбные консервы, сметана. И третья полочка идет все для бутерброда. Сосиски, паштет, сыр, колбаса. В общем, все на виду. И нижний полк, вот в большой кастрюле хранится у меня еда для жжека. Я сразу варю на несколько дней. Ну а здесь вот из глубокой сковородки приложила плов. Буквально осталось на одну порцию. Сразу приложила в тарелку, чтобы не занималась сковородка много места в холодильнике. И вот в миске там осталось немножко крабового салата. Вот так вот теперь это все выглядит. А фрукты и овощи мы обычно храним на подоконнике. У меня для этого есть две корзинки. На данный момент все хранится в одной, так как всего осталось понемножку. Так что пока переложила в одну. Щи у меня уже доготовились. Вот такие вот они густые получились. Очень вкусные. Также пока я убиралась, решила заварить себе чай, который в процессе уборки уже стал холодным. Что-то у меня как-то это все затянулось надолго. И решила его подогреть в микроволновке, чтобы он был горячий. Делаю себе на завтрак бутерброды, так как завтрака у меня еще сегодня не было. И вот намазала хлеб паштетом, сыр с маслом и зефирка к чаю. Ну а мы сейчас с Джеком направляемся в сторону ветклиники. У нас на сегодняшний день запланирована прививка. Сегодня буду делать прививку от бешенства. Месяц назад у нас тоже была первая прививка. Ну и через месяц, вот на сегодняшний день, нам назначили вторую прививку. Мы с Джеком идем пешком, так как у Сережи сегодня рабочий день. И поэтому идем с ним окольными путями, чтобы не встретить на улице других собак. Сразу при входе в ветклинику Джек сел возле меня. Видно, конечно, он заметно нервничал. Частое дыхание у него было. Ну видно, собака, конечно, переживала. Тем более в этом помещении с нами находились еще другие животные. Собака такая вот большая тут сидела возле нас. Но она себя вела достаточно прилично, очень спокойно. Видать, такая старенькая. Также кошки вон в переносках. Ну вот такая небольшая ветклиника здесь. Приняли нас достаточно быстро. Здесь у них есть своя ветклиника. Своя ветклиника и смотровой кабинет. Мы с Джеком уже вернулись и домой. Конечно, он очень переживал, когда мы сидели в очереди. Там перед нами было, получается, два человека. Мужчины с такой прям большой собакой. Не знаю, даже честно сказать, что за порода. Она прям как три меня, такая плотная. Но я вам показываю в видео. И два котенка у него были в переноске. И еще перед нами сидела женщина с кошкой на стерилизацию. Вот. Ну там быстро, буквально минут 15, мы в очереди прождали. И все у нас приняли. Врач, конечно, Джекоб очень похвалила. Мы его завесили. Вес, получается, вот нам, ну там, без двух дней, получается, три месяца будет. И вес у него 11700 на данный момент. Она его завесила, послушала, посмотрела ушки. И поставила я его на стул, чтобы она сделала прививку. Он такой молодец. Вот он как стоял вот так на четырех лапах, он даже не вздрогнул, что я укола на ему сделаю колку. Видно, конечно, ему было неприятно. Он вот так прям это насторожился. Но он вообще никаких признаков не понял, что ему больно. Не заскурил, там, не зылаю. И она прям его так похвалила. Она говорит, честно сказать, говорит, вам собаку очень повезло. Говорит, он очень терпеливый. Нервы, говорит, у него стальные. И она говорит, поверьте, мне на моем опыте очень хороший пес вам попался. В общем, нахваливаю, нахваливаю. Мне так приятно было это все слушать. Она говорит, а теперь на прививку приходите 8 месяцев, когда будет. И, говорит, не упустите вот этот подростковый переходной период, когда у них начинается с 6 до 8 месяцев, когда у у них вот это начинает вскруживаться голова, она говорит, что в этот момент нужно быть с ним построже, поаккуратнее, чтобы особо он обалованный не был, потому что у них в этот период подростковый возраст начинается. Вот. Нам выписали, она еще кальций пропить. Я ему уже в течение одного месяца даю. Вот такой фитокальцевит. У них там есть своя ветоаптека, вот мы зашли, еще докупили. И это, так как она говорит, собака крупной природы, чтобы у него были крепкие суставы, там вот бугорков не было, как у него сейчас в области коленок. И чтобы в будущем не было проблем с суставами, она говорит, нужно пропить до 8 месяцев. У меня уже в течение одного месяца, вот она тут на холодильнике убрана, пьем данный препарат, он вот такой вот порошковый, он есть также в таблетках. Но я говорю, нет, давайте порошковым, мы как-то уже к нему приноровились. Вот, та же самая упаковка. Здесь 500 грамм, цена 170 рублей. Вот, я ему обычно даю в утренний прием пищи. Я ему прям насыпаю 2 чайные ложки в миску, с едой все перемешиваю, и он отлично все съедает. Вот, какие рекомендации она нам дала. Неделю на карантине, контакта с какими-то собаками, с животными не имеется, с другими людьми, с посторонними тоже никакой должно быть контакта. Вот, она говорит, в деревне как вы есть, так вы можете его с собой брать, чтобы он гулял. Мыть тоже его нельзя, никакие новые приемы клещей ему не давать, новую еду. Она говорит, все остается то же самое. Она говорит, может пару дней он похранывать, вялость может быть, даже в некоторых случаях рвота. Ну, я говорю, у нас после первой прививки, можно сказать, вообще никаких симптомов было, не было. Он какой-то был энергичный, так он и был после прививки, никакой вялости не было. Она говорит, ну и хорошо, значит, в этот раз должно пройти в принципе все то же самое. Вот. В принципе, так все нормально. Вот. Заполнила она паспорт у нас вот такой у Джека. Сейчас покажу. Вот. Единственное, мне надо сюда вписать только кличку его. А вот эти все записи уже, когда мы его покупали, производилась в записи «Заводчик». «Заводчик». Это уж немецкая овчарка, дат рождения 26.06.23. Черный подпал, полумужской. Вот тут особый примет можно вписать и кличку. Вот тут место для фотки тоже можно наклеить. Вот тут получается, вот она написала в февраль, когда плановая прививка должна быть. И вот две прививки то, что мы уже сделали. В два месяца и пушать в три месяца. Он перенервничал. Теперь лег сразу спать. Даже не есть, не пить не стал. Понервничал. Сейчас вернулся с Валбереса. Хотелось забирать мой заказ. Я уже все открыла, чтобы вам показать. Первое хочу вам показать. Это книжка. Мне эту книжку я заказывала не себе. Меня попросили на работе сделать данный заказ. Легкий спрос. Бросить курить. Я по этой книжке лет 10, наверное, 11 назад бросала курить. Курил я 12,5 лет. Было у меня множество попыток бросить курить, но никак у меня не получалось. И вот только после данной книжки у меня получилось раз и навсегда бросить курить. Я отказался от пагубной привычки сразу после прочтения данной книги. Только она мне помогла. Я пробовала и всякие пластыри, и таблетки там разные. В общем, что я только не пробую, ничего мне не помогало. Вроде тут написано, знаете, такие обычные вещи, но я не знаю, как тут промываются мозги после данной книги. И оказывается, у нас еще на работе тоже работает девушка. Вот у нас зашла тема по поводу курения. И она тоже когда-то там лет 9 назад бросала по данной книжке курить. И тоже у нее получилось. До сих пор она не курит. Да вот, меня попросили заказать данную книгу. Так что, если у вас в планах избавиться от пагубной привычки, советую вам прочитать данную книжку. Ну и, конечно же, у вас должно быть огромное желание. Потом дальше Димке, ой, не Димке, а Женя заказала чай с ароматом бергамота. Взяла маленькую пачку, так как он пьет ее один. Вот. Не пошла в магазин, решила сразу заказать на валдерсе. И вот такой вот обычный черный чай, 100 пакетиков. Прозапасть пускай лежит в шкафчике. И вот такая большая коробка, в которой находится порошок. Вроде по отзывам, порошок неплохой. Лотос универсальный, 9 килограмм. И цена у него такая достаточно бюджетная. Там 500 с лишним рублей, точно не помню. Вот. Так что, буду пользоваться. Ну и вечером нужно было перекладить все выстиранные вещи. В основном, большая часть вещей была этой Диминой футболки. Я их после того, как поглажу, развешиваю сразу на вешалке. И убираю в шкаф. Так как утром в детский сад Диму отвозит Сережа, мне так удобнее, чтобы он открыл шкаф и выбрал уже чистую и выглаженную футболку. Не нужно ничего искать, подготавливать. Все висит на виду. Ну и на этом я буду заканчивать это видео. Желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок